да да можно ответ такой то есть мы в принципе более менее освоились совсем если у вас остались какие то вопросы то мы можем их с удовольствием разобрать но в принципе ну примерно 15 тестов может быть 4 2 вряд ли все таки в минус нет скорее давайте так или 4 можно вопрос последний вариант номер 53 давай посмотрим там пока значит ну давай попробуем разобрать это какой год последний год страница примерно 160 ну он сейчас 50 и там нумерацию сбить чтобы она с 7 начиналась мне никак лапки не дойдут ну как бы это не критично вопрос все равно читабельный мне все равно не хватает на это время значит у с крышкой и т которая равняется 300 плюс 6 в и т и здесь известно что r квадрат равен 0,85 еще сказано что w и т это рост ну такой в процентах это отношение x и к x и минус 1 вот и вопрос такой вот если строить регрессию а вот взять v и т стиль и которая будет 100 умножить на x и т минус x и минус 1 делить на x и минус 1 это другая переменная и вопрос такой как выглядит регрессия y и t с крышкой ну давайте гамма 1 с крышкой плюс гамма 2 с крышкой на w это эти литованные вот надо найти коэффициенты то есть дана регрессия y на константу и w результаты оценивания и переменная w она во-первых измерялась в долях а во-вторых она была типа 1,05 1,05 это означает рост в 5 процентов а дальше мы перешли от w к w item и строим регрессию вот какие там будут результаты ну и что а что конкретно было сейчас простой вопрос можно туда подставить мы под цифрками получим ну давай подставим цифрки значит подставляем сюда да просто банально банально подставляем да что получится y и t с крышкой равно гамма 1 с крышкой плюс гамма 2 с крышкой на 100 на x и t на x и минус 1 минус 100 правильно согласна? мы должны да escrito понятно что если я решаю затяги минимизация что делать MnK решаем какую то задачу минимизации и понятно что если я сделаю какую то замену переменных то есть здесь MnK решал какую задачу минимизации когда эти коэффициенты как получились Мы решали вот такую задачу минимизации по β1 с крышкой, β2 с крышкой Задачи y и t минус β1 с крышкой минус β2 с крышкой w и t в квадрате Вот такая сумма минимизировалась Что делает МНК? Он минимизирует сумму квадратов ошибок прогноза Сумму квадратов остатков И вот на выходе оказалось, что β1 с крышкой равно 300, а β2 с крышкой равно 6 Вот это результат решения задачи минимизации Но эта задача минимизации, она другая Здесь я минимизирую по γ1 с крышкой, γ2 с крышкой какую сумму Когда я решаю эту задачу, какую я задачу минимизации решаю y и t минус γ1 с крышкой минус γ2 с крышкой, только умножить на что? На V с тильдой На V с тильдой Это другая задача У нее, конечно, получатся другие ответы Но можно заметить, что одна задача сводится к другой, к замене переменных То есть можно легко свести одну задачу к другой замене переменных Ну и если у Васи минимизирует, у него получается β2 с крышкой 7 А я решаю другую задачу, но переменная, по которой я оптимизирую, она в два раза больше, чем β2 с крышкой То есть у него получилось 7, а я тоже минимизирую, в принципе, что-то, что... Такой же, как у Васи, такой аргумент мой другой У меня получится 14, да? То есть надо понять, как связаны между собой, как переделать одну задачу в другую Если я переделываю одну задачу оптимизации в другую Если я знаю ответ в первой задаче оптимизации То я, тем самым, пойму ответ во второй задаче оптимизации Окей? Ну, грубо говоря, если Ваня находит, там, не знаю, максимум Ну, не знаю, там, какой-нибудь параболы по x, там, 6 минус 3 плюс x в квадрате Ну, тут понятно, что какой ответ, какой тут x с звездой Минус 3 Давайте лучше здесь назовем это β с крышкой, да, чтобы было похоже β с крышкой, да β с крышкой в этой задаче какое? Минус 3 Минус 3, ну, чтобы вот побольше, значит, почитать надо поменьше Только 0 А я решаю, ну, другую задачу Я максимизирую по гамма с крышкой Здесь будет 6 минус 3 плюс 5 β с крышкой, да? Вот Ну, видно, что моя задача превращается в первую Когда я вместо β с крышкой скажу 5 гамма с крышкой Поэтому и решение будет точно такое же с учетом этой замены, да? То есть главное правило, что если там оптимум был в минус 3, то сейчас оптимум будет в какой точке? В 3 пятых Да Поскольку β с крышкой равно 5 гамма с крышкой, то это минус 3 пятых Окей? Окей Вот И здесь происходит ровно то же самое Задачи, вообще говоря, разные Но поскольку МНК это минимизация То поэтому, если есть какая-то связь между β с крышкой и гамма с крышкой То она же будет в оптимальной точке Окей? Да Поэтому я просто банально подставлю У с крышкой Чего у меня получится? У меня получится Давайте, значит, какой коэффициент без W Тут написано γ1 с крышкой минус 100 γ2 с крышкой Правильно? Плюс γ2 с крышкой на 100 на W Ну, потому что вот эта величина отношений двух соседних X обозначена как W Окей? Да? Нормально? Да Нет, что-то я не понял Чего не понял? Просто скобки Просто скобки раскрыли? Попробуем А куда минус 100 делать? А, минус 100, все, 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 1 минута видео, все правильно Ты попробуй, попробуй сам раскрыть скобки Надо взять и сказать Да, все правильно Я раскрыл Я раскрою скобки Нет, ну вы Супергерои У меня есть суперспособность раскрывать скобки Неплохо Неплохо Хорошая, суперсила Хотя я уже применил Получилось? Да Хорошо Ну вот, и смотрим на эту И говорим, опаньки, да это же то же самое, только замена переменных Вот это раньше называлось β1 с крышкой А вот это называлось β2 с крышкой А теперь вместо β с крышкой Там было β, а стало 5 гамма А в этом примере, конечно, посложнее В моем иллюстративном примере был один параметр β, а один γ с крышкой А сейчас β1 с крышкой, β2 с крышкой, γ1 с крышкой, γ2 с крышкой Но суд не поменялось Все равно задача оптимизации Ну хорошо, вместо простой параболы какая-то длинная сумма Которая все равно тоже в параболу вырождается Вот Поэтому по сути, отличие вот этой задачи от вот этого примера Она совсем игрушечная Ну так хорошо, какое же γ2 с крышкой? С γ2 с крышкой прям легко начать Ну да 6 сотых Ну чтобы умноженное на 100 превратилось в 6 Значит само γ2 с крышкой как у раз? 6 сотых Нашли γ2 с крышкой Ну раз мы нашли γ2 с крышкой Давайте тогда найдем γ1 с крышкой 306 Значит, ну я замечаю, что γ1 с крышкой минус 100 γ2 с крышкой Должно равняться β1 с крышкой Правильно? Да И γ1 с крышкой таким образом равно 100 γ2 с крышкой плюс β1 с крышкой И получается сколько? 306 Получается γ1 с крышкой равно 306 Вот Ну если там такого ответа нет, там значит опечатка в ответах А если есть, то значит вот мы решили Можно вопрос такой? А r квадрат у нас не меняется, да? r квадрат не меняется Ещё раз, что мерит r квадрат? Вот смотри, а x-стремум сам меняется? Вот если эта функция f, а эта функция какая-то f' , да? По идее, нет Вот f оптимальная и f' оптимальная, да? Они какие? Одинаковые Они одинаковые по чём? 6 По 6, да? Вот здесь 6 наибольшее значение И здесь 6 То есть точка x-стремума поменялась, а достигнутое значение x-стремума не поменялось Но мы минимизируем что? Вот эта величина, результат минимизации, она называется rss Правильно? Вот в данном случае в роли f со звёздочкой Это самое маленькое значение этой функции А самое маленькое значение этой функции называется rss Поэтому от замены аргументов gamma 1 с крышкой, gamma 2 с крышкой Результат оптимизации Это всё равно сумма квадратов, ошибок, прогнозов Поэтому rss по бетам с крышкой И rss по gamma с крышкой Он одинаковый Потому что это результат задачи оптимизации Окей? Вот А дальше мы говорим, что tss Он вообще не зависит от модели tss это характеристика То есть если rss ещё потенциально может зависеть от модели Ну например, вот если бы я добавил ещё один предиктор То одна модель бы не сводилась в другой И rss бы поменялся То есть у меня был бы здесь один предиктор Вот единичка и один w А в этой модели у меня был бы предиктор Единичка, w, стильда И ещё там, не знаю, w, стильда и в квадрате То есть модель бы поменялась Тогда у меня, конечно, rss бы поменялся То есть rss вообще зависит от того, какая модель оценивается В данном случае, поскольку одна это перепараметризация и другой То rss одинаковый А tss вообще не зависит от того, какую модель вы выбираете Он охраняется ток-фильмками Он не зависит от yx крышки Если rss ещё зависит, то rss это сумма Чего? yt минус yt минус yt с крышкой в квадрате Если модель принципиально другая 50 предикторов, а потом 2 То понятно, что мне прогнозы разные дают А эти модели дают одинаковые прогнозы То есть если... Ну видно, что если я... Ну потому что я приравнял yx крышку Вот yx крышка у меня приравнена Поэтому раз они приравнены, значит это одинаковые прогнозы Поэтому вообще говоря, rss в разных моделях разных Но конкретно в этих двух, с w и с w стильдой rss одинаковые А tss вообще не зависит от модели А у нас есть факт, что для модели с константой tss равен чему? Как раскладывается tss? rss плюс rss rss плюс ess Был такой? Да Хорошо, если tss вообще не зависит от модели А rss для этих двух моделей в бета и в гаммах одинаковый То тогда ess тоже одинаковый А дальше вспоминаем, что такое r квадрат Это говоря объяснённая регрессора Да, это ess деленное на что? На tss На tss Правильно? Ну tss вообще не зависит от модели В формуле подсчёта tss Битники с крышкой вообще не участвуют А ess вообще зависит от модели В одной модели может быть один ess В другой модели вообще говоря Может быть другой ess Но в данном случае модели абсолютно дают одинаковые прогнозы Поэтому у них абсолютно одинаковые ess Окей? И поэтому r квадрат в данной конкретной ситуации такой? Одинаковый Такой же Такой же А вот если бы, например, мы сюда добавили Вот если бы вторая модель Ещё бы добавили гамма-3 с крышкой на v и t стильдой в квадрате Да-да, что бы произошло с r квадратом Увеличился, упал бы, не изменился бы Это другой вопрос, его там нет в этом тесте Но вот если бы я такую написал Что бы произошло с r квадратом? Ну, надо увеличить риск Это бы зависит Ну, естественно Скорее увеличился, наверное Что бы произошло с r квадратом? Увеличился? Увеличился, да Увеличился Мы больше объясняем переменную y То есть я согласен, что бы увеличился Мы можем представить, что наши значения будут ближе к реальному значению Значит, rs у нас будет меньше Да, согласен Что если бы я с добавлением вот этого штуки Я бы какую задачу решал? Я бы решал задачу сумму y и t минус гамма-1 с крышкой минус гамма-2 с крышкой на v и t стильдой минус гамма-3 с крышкой на v и t стильдой в квадрате То есть я бы решал задачу, где у меня рычагов управления было бы больше В этой задаче я могу менять только гамма-1, гамма-2 с крышкой А в этой задаче у меня рычагов управления больше Я могу меняеть гамма-1 с крышкой, гамма-2 с крышкой Гамма-3 с крышкой Окей? Если у меня рычагов управления больше То я могу груз опустить ниже Ну уж по крайне мере на старую высоту точечки могу опустить Взяв гамма-3 равное нулю Я могу добиться того же результата А еще потом давай оборвировать гамма-3, а еще ниже Получается, что если бы добавили сюда вот этот, то 1 квадрат бы возрос. Но тут к условию не добавляли, поэтому он такой же. А там что, неправильный ответ? Неправильный. Правильный, я просто не так считала. То есть это просто задача про оптимизацию только в замене переведения. Ну, там можно какие-то опечатки. А это как бы в теории в любом случае работает? Или если вдруг мы вообще берём несвязанный признак, очень нехороший? Не важно, всё равно хоть чуть-чуть и вырастет. То есть вопрос в том, вырастает статистически значимо или не значимо, это другой вопрос. Для этого как раз и нужны тесты. Зачем мы тестируем гипотезы о том, что этот кальцент дать 0. Чтобы понять, стоит ли его добавлять. Потому что если просто смотреть тупо на RSS, то он всегда становится больше, как чтобы мы добавили новый предиктор. Ещё вопросы? Можно тогда следующее? 54. Мы просто покупать альминологию. Можно. Почему мы выбираем обратный вопрос? Там ответ C. Почему не просто X транспланированная на X? Помнишь, мы приходили к решению-то? Ну, мне казалось, мы с вами выводили или нет дисперсию B с крышкой при фиксированных X? Вот если у меня модель вот такая вот, X beta плюс Q, то я не помню. И beta я точно доказывал и разные вариации этой формулы, а с вами я не помню. Я немножко по-разному веду. Вот. Поэтому я иногда путь еще там уже сказал. Мы рассказывали даже, что происходит при нарушениях каких-то предпосылок. Вот. То, что не гомоски достичь. Вот это вот дано. И вот здесь вот мы выводили... Вот Cp точно вывели, а сами, может быть, только в скалярном варианте вывели. Скорее всего знаем и в скалярном варианте. Ну, если мы вывели в скалярном варианте, то ты должна помнить, что дисперсия β2 с крышкой оказывалась С2 деленная на сумму X и T минус X в квадрате. Был такое? Да. Такое доказывали? Да. Посмотри, сумма X где? Сумма X где? Сумма квадратов X где? Знаменателя и знаменателя. Значит, это как бы намекает, что в векторном варианте формула будет точно такой же, только векторная, С2, а вот XX должно быть в знаменателе, поэтому вот такая она будет. Ну, то есть это аналог вот этой формулы. То есть это, конечно, не доказательство ни коим боком, но, по крайней мере, это показательство, почему так логично. Ну, в частности, видно, то есть это, ну, как ее аккуратно доказать, но надо пользоваться матричным. Ну, на самом деле, доказательство очень простое. Смотри, если я знаю формулу для B с крышкой, матричную, то это X транспонированный X минус 1, X транспонированный Y, это формула для B с крышкой. Была такая? Да. Вот. При фиксированных X, то есть X я считаю не случайные. Раз X не случайные, тогда вот эта вот матрица XTX минус 1, она не случайная. Я смогу ее вывести из дисперсии, из квалифицированной матрицы. Выносится она как бы с квадратом, только с матричным. Она налево пойдет без транспонирования, а направо она пойдет с транспонированием. Вот. И получится вот такая зверюга страшная. XTX минус 1, XT на квалифицированную матрицу Y при фиксированных X на XTX минус 1, XT, да еще транспонированные. Дальше вот это вот по предпосылкам. Чему равна квалифицированная матрица Y при фиксированных X? Кто случайен в Y? Из-за чего X случайен в фиксированных X? Из-за U. Какое мы предполагаем дисперсию каждого улитого? Сигма квадрат. Сигма квадрат. Какое мы предполагаем ковариации у разных U? Вот здесь написано. Ну дисперсия как бы 1. Ну ковариация 0. Это означает сигма квадрат умножить на единичную матрицу. Что такое единичная матрица? Вспоминаем. Единичная матрица это вот такая зверюга. То есть вот здесь написано, что это сигма квадрат, сигма квадрат, сигма квадрат, сигма квадрат, а ковру ли. Какой смысл в ковариационной матрице? Вот этот вот элемент, скажем, это кто? Это дисперсия U. У 2. А вот тут какой-нибудь элемент придет какая-нибудь ковариация U 2, U n, при фиксированных X, она 0. То есть вот в этой предпосылке написано, что дисперсии U какие? Одинаковые. И равны сигма квадрат. Сигма квадрат. А ковариации какие? Нулевые. Нулевые. Хорошо. Но поскольку в Y у нас случайно мы X зафиксировали, вот я сказал, палочка при фиксированных X, поскольку X зафиксированы, то случайно только U. И из-за того, что в Y случайно только U, то поэтому дисперсии у Y и ковариации у Y будут какие? Такие же. Такие, да? То есть получается, что это X трансфонированная X минус 1, X трансфонированная на сильную квадратную единичную матрицу, на X трансфонированную X минус 1, на X трансфонированную. Едничную матрицу можно не писать, она при умножении на любую матрицу дает ту, на которую ее нажали. Сигма квадрат можно вынести вперед. Останется Сигма квадрат XTX минус 1 XT умножить на XTX минус 1 XT трансфонированная. Дальше мы говорим, что при транспонировании надо транспонировать каждые со множки или поменять их в порядок. Окей? Ну, получается Сигма квадрат на XTX минус 1 XT на X XTX минус 1. А дальше, ну, вот он, второй со множки, транспонированный. Они в обратном порядке идут. Вот, идет X, ну, просто в обратном порядке. А дальше я замечаю, что вот посередке, и вот то, что стоит потом, это какая-то матрица M и обратная к ней. Единичная. Поэтому это дает единичную. И все это матрица, это обратная к ней, которая дает единичная. Их тоже можно написать. И, наконец, получается Сигма квадрат на XTX минус 1. Вот. Поэтому ответ, если спрашивать дисперсию на тесте, то ее, конечно, неплохо бы сразу знать. Вот. Если на открытом вопросе, то неплохо бы ее вывести. Вот. Я боюсь, кроме Икра, это вряд ли это будет. Почему? Належу с этого. Какого ты конкретного вывода не знаешь? Ну, просто работать с матрицами непривычно с матрицами. Ну, поэтому мы повторяли. Поэтому было... Я сразу предупредил, что надо уметь обращать матрицы, уметь транспонировать. Ну, сразу сказал, как бы, если тебе нужно попрактиковаться, ну, можно взять, например, учебник Стрэнга. Стрэнга. Стрэнг хороший. Вот. Ну, да. Риском есть. Или к графику поставить. Что? Или к заново пройти курс. По линейнаму. Ну, очень просто. Ну, в общем, то есть, где попрактиковаться? Ну, вот можно решать задачи, если стрэнга хороший учебник. Так. Ну, ладно. Значит, это... Скажите такой организационный вопрос. Как оцениваются контрольные, которые на мид-термине, и как оцениваются мини-контрольные? Что ты имеешь в виду, как оцениваются? Ну, не как оцениваются, по весу. Стрэнга. Ну, соответственно, как там обещано, я боюсь собрать. Может быть, не сбал. Но смотри, как это делается. Даже в чате не в телеграмме. Да, вы смотри. Вот, смотри, значит, видите, страничку, кликнул. Дальше. Официальная программа курса. Кликнул. Вот, смотри, где там спускаемся в официальной программе курса. Вот. Написано. Прижимание 0,3 домашняя работа. 0,2 контрольная работа, да? Вот. 0,3 это экзамен, который в конце. Ну, то есть все леса соблюдаются. Хорошо. У нас есть вопрос. Почему мы берем? Возможно, это глупый вопрос. Почему мы берем? А пара коэффициент 2, не коэффициент 1? Может, коэффициент 1 тоже можем особить дисперсию? Да, можем. Он, ну, просто, это связано с тем, что он просто по ответу очень похож. Вот. То есть, на самом деле, если взять просто... Это будет добавочка. Нет, нет. То есть ответ такой. Почему мы берем? У него тоже формула. Но просто по структуре, чтобы... То есть, смотри, есть как бы два ответа. А строгий вывод, вот строгий вывод вот. Вот мы строго взяли и вывели формулу дисперсии бета с крышкой при сценарии гомоскетастических. Вот мы взяли, и вот это строгий, маточный вывод. Это один вопрос. Другой вопрос. Ой, я этот вывод не понимаю, мне чего полегче, а почему она в минус 1? То есть, если ты говоришь, что я боюсь, я заранее сливаю такой вопрос, если он будет в открытой части, как бы каждый же сам готовится. Жизнь, она прекрасна, разнообразна и с кучей всего интересного. Вот. Если ты заранее говоришь, я как бы не готова это вот разбираться в этом, не хочу. Вот. Я хочу понять идейно, почему... Ну, идейно ситуация такая. Чем больше иксов, тем оценка бета с крышкой. То есть, есть аргументация на уровне интуиции. Почему она там в знаменателе? И аргументация довольно проста. Представь себе, что у тебя иксов становится все больше, 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 больше. Это приводит к росту точности оценки бета-2 с крышкой, там, бета-1 с крышкой, или к падению. К росту. К росту, да. Интуиция говорит, то есть, даже не вдаваясь в формальное доказательство, интуиция говорит, что с ростом количества наблюдений должна дисперсия бета с крышкой падать. И вот здесь как раз видно, да, в этой формуле видно, да, тут вот поэт, не мяч кидает. Если у меня будет больше иксов, глобально я вот, иксов будет больше, то числитель константа, да, сигма квадрат, знаменатель растет, дисперсия бета-2 с крышкой падает. И это такой интуитивный аргумент, а почему у меня вот дисперсия тут вот в минус 1. Поэтому на самом деле, если бы речь шла о тесте, то руководствуясь здравым смыслом можно выбрать, поскольку там же формула предложена, да, в тесте не требовалось вывести, да, а в тесте выберите из предложенных. Ну, как бы, если вот я выбираю между х квадрат и х тх, да, то я смотрю на х квадрат и х тх, да, она противоречит здравому смыслу. Ну, потому что что такое х тх? Давайте вот прям выпишем х тх. Х это вот такая матрица, да, это 1, 1, 1, 1, 1, 1, а потом х1, х2, хm, правильно? Если парная регрессия, то матрица х такая. Соответственно, что такое х транспонированная? Это та же самая матрица, только лёжа. х1, хm. Что это такое х тх? Она будет 2 на 2, а? Сначала, значит, надо строчку и зедничку умножить на столбец из зедничек. 1, n, n, n. Если строчку и зедничку умножить на столбец х, что будет? Сумма х. Сумма х. Здесь тоже сумма х. И последний элемент 2,2, какой будет? Сумма квадрата. Сумма квадрата х. И если бы мне в тесте предложили вот такой ответ, что а вот дисперсия в это 2 с крышкой такая. Да я смотрю, чтому смысл противоречит. В этом ответе, чем больше х, тем больше будет дисперсия. Правильно? Угу. Вот. Поэтому этот ответ, он противоречит инквилиции. Ну, если вот интуицию прокачать на уровень, что чем-то... Ну, она, на самом деле, такой вроде не очень сложный уровень, что с ростом числа наблюдений... Ну, как бы, понятно, что зависит от самих наблюдений, да? Зависит от того, какая матрица х, то есть, да? Ну, как бы, на совсем банальном интуитивном уровне, с ростом количества наблюдений. То есть, понятно, что еще зависит от вот этого среднего, насколько иксы далеко от среднего, да? Мы здесь видим, что если иксы будут близки к среднему, то дисперсия будет какой? Самой маленькой. Маленькой, да? Ой, большой. Если иксы близки к среднему, то знаменатель будет мало, а вся другая будет большая. А если иксы далеко раскинуты от среднего, то дисперсия будет, наоборот, маленькой, да? Вот, ну, как бы, ну, то есть, поэтому смотря на то, что ты хочешь. То есть, если ты хочешь, как бы, точные доказательства, вот оно. Если ты хочешь интуитивно выбрать на тесте, то вот это не подходит к тому, что нарушается такое интуитивное свойство, как рост точности с ростом числа наблюдений. Хорошо. Можем выбрать, типа, интуиция, то, что дисперсия B2 больше, если у нас иксы, ты ближе к их среднему, то есть у нас в них меньше информации, и то есть из-за этого как бы у нас... Нет, нет, у нас больше информации. Смотри, почему... Ну, вот смотри, представь себе, что у тебя... Почему если больше информации, то дисперсия больше? Ну, не-не-не-не, смотри, не так. Смотри, это B2 с крышкой, это коэффициент на клоу-на. А теперь представь себе, что у тебя две ситуации. Вот у тебя два наблюдения близко, вот одно здесь, одно здесь. И ты их меряешь с ошибкой, да, то есть на самом деле ты не знаешь, где была истинная прямая. А вторая ситуация, что у тебя два наблюдения далеко, и ты не знаешь, вот у тебя наблюдения. Вот это ситуация, когда х первое, вот это х среднее, х второе. Это тоже х первое, х среднее, х второе. Окей? Вот здесь х сытые близки к среднему. Здесь х сытые далеки от среднего. Ну, сравнительно, да, если где-то х сравнительно. Вот смотри, если я проведу прямую через эту точку, ну вот она проходит вот так, да. Если я чуть-чуть поменяю первую точку, чуть-чуть ее повыше, да. И вот здесь то же самое сделаем. Вот эту точку чуть-чуть повыше подниму. Где наклон прямой среагирует сильнее? Вот здесь наклон прямой реагирует сильнее. То есть получается при одном и том же шуме в U, сигма квадрат мерит дисперсию U. При одном и том же шуме в U, разброс β с крышкой будет сильнее в 10. Это как бы тоже идут, что у нас информация от их слов меньше, и поэтому когда мы оценим B. Нет, нет, нет. Мы же говорим о том, как х на наклон, ведь смысл β с крышкой, это именно наклон, да. И вот точность оценивания наклона, она выше при, когда у нас больше возможно, когда у нас больше информации о наклоне. Ну, когда мы, как нам точнее измерить скорость? Мы можем, мы хотим измерить какую-то вот скорость, то есть предполагаешь, что скорость машины, ну, у нас девайс наш измеряет ее с помехами. Ну, и тогда самый надежный способ это долго-долго-долго ждать, если наш девайс измеряет с помехами, то есть если наш девайс измеряет скорость без помехов, то прям сразу померилось все. В машине есть постоянной скоростью, ну, у нас, наверное, 50 км в час, а у нас девайс врет только пока 148, 151, 147, 153. И как нам поточнее измерить? Надо долго ждать и считать средним. Правильно? Ну, и это означает, долго ждать, это разный инкс. То есть нам выгодно, когда у нас большой разброс? 500, да. Больше информации в них содержится. Они содержат больше информации о наклоне, потому что там же... Нет, ну, если, как бы, вообще отречься от наклона, любая другая какая-то перемена, которую мы предсказываем, если у нас предикторы, они более разнообразные, то мы можем как бы с большей вероятностью уловить земную связь. Да, конечно. Ну, таким идет речь, да, разные... Да, хорошо, еще вопросы? Можно задачу эту, пожалуйста, 1-6, которая... Можно. Какая? Вот эта первая. Какую? Куторая первая. 51? У меня Q8 и Q9. Нет, Q9 и Q10 вообще не выше. Можно все? Хорошо. Ну, давай. Так, значит. Нам, значит, такая задача. Значит, она табличка. Значит, она переменная. Жирного квадрата. Учитывая. Вмена. Я, в квадрата. Знаю. На сверху, я знаю. Ну, я битва. наблюдений какие-то числа 1 2 54 3 800 дальше здесь идет табличка нова регрессия остаток подводы такая табличка которая дает я не знаю зачем приличный дает 4 898 899 49 50 50 ну тут как бы все есть и еще табличка про коэффициенты интерцепт интерцепт значит конец t стандарт 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 подводим т.е. Продолжение следует... Сумма квадратов, которая относится к регрессии. Продолжение следует... 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 Но она, конечно, прикольная, техническая Но есть такой факт Утверждение Что Если Давайте напишем это утверждение Сразу для множественной регрессии, не только для парней Чтобы сразу был какой-то результат Если у меня Y на самом деле Ни от кого не зависит Если Y Это какой-то бета 1 Плюс уитая Уитая нормальная Сигма квадрат И независимая А при этом, хотя Y ни от кого не зависит Я как баран Героя оцениваю регрессию Y На 25 предикторов У меня такая ситуация, что истина Вот такая Y ни от кого не зависит А я оцениваю регрессию Y с крышкой То есть, заметьте, вот это истина А оцениваю Оцениваю Б1, B1, B1, да? Да, только 1, B1 Ну, мы хоть с нуля нумеруем Не важно Волим то, не нумеруем с нуля Потому что в книжке с нуля И ей как бы удобнее сказать, что угодно Если у лекции там, посмотрите то же самое Книжки А у меня поскольку книжки по экономике нет Я свободен как птица И осенью его пишу так Мне не нравится А регрессию, которую я оцениваю Я туда добавил много То есть я туда сказал Игн с крышкой равен Б1 Игн с бета-2 Игн с крышкой, да? С крышкой, да? Бета-3 С крышкой на z Игн с ул Тут уже без у Тут у, а тут без у То, оказывается, что Вот если То 1 на σ2 на TSS Оно имеет х2 распределение С n-1 степенью свободы 1 на σ2 на RSS Имеет х2 распределение С n-k степенями свободы И 1 на σ2 Ну вот при этих предпосылках ESS имеет х2 распределение С n-1 степенью свободы Вот То есть если на самом деле Y ни от кого не зависит А я строил регрессию То оказывается TSS, RSS и ESS Они имеют х2 распределение Но это только смотри Это важно Я тут написал Если то Такая регрессия Такая Ка это что такое? Количество предикторов Количество предикторов Мэри Гресс То есть, заметишь На самом деле Y ни от кого не зависит А я вот кашу У Альги Анатольевны Там у Альги Анатольевны n-k-1 получается Если она 0 выделяет от 1 То было бы да А в данном случае Ка у нас будет равна Мы единицу как вектор Не берем как-то идти Еще раз Я всех считаю С моей точки зрения Если я пишу это в матричном виде У меня YX крышки в матричном виде Это X на B с крышкой И X имеет размеры 3 на N Я рассуждаю Сколько коэффициентов Раз оценивается коэффициентом Два оценивается коэффициентом Два оценивается коэффициентом Три оценивается коэффициентом То есть, еще раз Я пишу, что K Это число оценивается коэффициентом Оценивается коэффициентом Если вы не считаете Если вы вводите K В другой То вам надо Мое K Отличается от того Как на единичку Больше Ну, надо соответственно Вот здесь Пострадок в лекциях Будет плюс 1 Здесь написано Да? Здесь будет Минус 1 Да? Минус 1 Вот Ну и соответственно Это вот эти самые Степени свободы То есть Вот это Это степени свободы Хи квадратов То есть Вот эта табличка Она проверяет Она нужна для проверки гипотезы О том Что наша регрессия Это полная ересь Глобально Вот эта табличка Что она делает Она там выполняет Какие-то расчеты Для проверки гипотезы О том, что На самом деле В нашей регрессии Y Это просто Константа Пруссоитая Да? И в силу этой логики Путь 4 Это сколько надо Написать Ну то есть Вот это Это про ESS Это про RSS Это про TSS У ESS Какое распределение В точность У до сигма квадрат Хи квадрат С каменью С одной степени свободы Это я написал Для множественной регрессии Поскольку у нас Карл у нас Какие-то Двум Двум То там ответ Какой? Один Один Ну можно и по сумме Полыскать Они все Степени свободы Тоже Вот так Складываются Вот это Эту табличку Убили Эту табличку Убили Кажется Можно Эту Убевать Правильно? Да? Да Можно было и отдельно С этой Начать Она кстати Убевалась Вот эти две Они посложны Тут нужны Взаимодействия Между табличками Не понимать Мы все-таки Вот у нас был Такой мостик Мы вот Отсюда И вот это вот Вот эти вот два Нам дали Р квадрат У нас был Такой мостик На самом деле Если бы не было Вот этой таблички Мы бы Эту не смогли Заполнить Правильно? То есть Вот эту Можно заполнить Первой Ну хотя Зависит от того Что пропущено Да? Мало ли Р квадрат Был бы дан А тут был бы пропущен Правильно Цвет Да? В данной Конкретной ситуации Вот эту мы можем Заполнить Номер первой А эту только Номер второй Вот А третья Она Ну в данной Конкретной задачи Понятно что Естественно Все считается На основании Выборки Если мне дана Выборка Я любую табличку Могу заполнить За первой И второй И третьей Вот Но Ну давайте Вспомним Значит Как считается Т-статистика Как? Какую гипотезу Проверяет Вот эта Т-статистика Которая Мы Давайте Про Х Какую гипотезу Проверяем Т-статистика При Х Как устроено Из бета С крышкой Вычитаем Из бета С крышкой При иксе Ну во первых Она проверяет Гипотезу о том Что бета При иксе Равна нулю Против Альтернативная О том Что бета При иксе Не равна нулю Она значит Вычитает Бета При иксе Делит На стандартную Ошибку Бета С крышкой Ну в данном случае Поскольку всегда Автоматом Проверяется Такая гипотеза То есть Заказать Мы можем Любую То есть Мы можем Попросить Компьютер проверить Любую гипотезу Но по дефолту Упределяем Значим Или нет Проверяет Компьютер Значим Коэффициент Значим Отлично От нуля Или нет В принципе Можно заказать Любую Но По умолчанию Вычитается Ноль Соответственно Бет С крышки При иксе Минус Ноль Делит Стандартную ошибку Бет С крышкой При иксе Ну ничего У меня Т-статистика Есть 30 И 4 Бета С крышкой Есть 1 И 7 Могу Найти Стандартную ошибку Бет С крышкой Могу? Можем? Да Могу Вот Соответственно Q8 У меня Оказывается Равная Сколько Надо Бета С крышкой 1 И 7 Выделить На Т-статистику На 34 Q8 Нашел Аналогично Как найти Q6 Это Т-статистика 3 единички То есть Она берет Бета С крышкой Первая Вычитает Бета Первая То бишь Ноль Поскольку Мы предполагаем Мы инвестируем Декольте О том Что его нет Делим На Стандартную Ошибку В это Первая С крышкой Вот Поэтому Q6 Получается Равным Чему Минус 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 25 24 Делить На Сколько На Порень Звучит Ну Не Не Просто Сразу Ужасно Дальше Вот Если Уже Оценка Корни Уже 62 Статистика Может быть Отрицательной Стандартная Ошибка Всегда Положительная Ну Крайне Ноль А Статистика Может быть Отрицательной Хорошо Давайте Дальше Перейдем К границам Левого И Правого Доверительного Интервала Таблички Независимы Дополнительный Совсем Значит Как считается Левая И Правая Граница Доверительного Интервала Мы Из Бет С крышки Первого Вычитаем Т-критическое На Стандартную Ошибку Бет Один С крышкой Бет Один С крышкой Плюс Т-критическое На Стандартную Ошибку Бет Один С крышкой Ну Смотрим Ну На самом деле Т-критическое Мы могли бы И в таблице Найти Ну Можно В принципе Отel Но Можно Т-критическое Можно Т-критическое Сказать Что У нас Т-распределение С Н Минус К Степеня Свободы Поэтому Это А со сколью степенями свободы? 798. 800 минус 2. Но t распределение с 800 минус двумя степенями свободы, оно примерно сильно похоже на что? Нормально. Оно очень сильно похоже на нормальное 0,1. То есть не совсем, конечно, но очень-очень близко. Настолько близко, что даже печатных подлинцев его не будет. Не знаю, может быть, даже я думаю, что на компьютере в восьмом знаке не будет отличия. Можно проверить, конечно. Все это очень много. Поэтому получается, что поскольку тут сказано было, что он 95-процентный, то я могу и так сказать, что t критическое примерно равно 1,96. И поэтому даже если бы вот это не было дано, то есть даже без вот этого числа я бы все равно посчитал по 7. Потому что я из здравого смысла знаю, что t критическое 1,96, beta с крышкой у меня есть минус 25, t статистика, ой, стандартная ошибка есть двойка, и t критическое 1,96. То есть в принципе я бы Q7 мог посчитать и вот таким способом, как beta с крышкой это минус 25,24, минус 1,96 на 2. Но если бы мне не сказали, что интервал 95-процентный, то есть если бы мне не сказали, а вот не скажем теперь. Вот это какой-то интервал, вот заполни его. Я бы все равно смог заполнить, как бы я тогда рассуждал. Я бы тогда рассуждал, о, отсюда я вытащу что? Т критическое вытащу, поскольку я знаю, что минус 25,24 плюс t критическое умножить на 2 равняется минус 21,31. То есть даже если бы я не знал, что интервал 95-процентный, то есть там дано, поэтому, в общем-то, вот эта цифра лишняя. Из-за того, что интервал 95-процентный, и наблюдений много, мы сразу можем сказать t критический. Но даже если бы интервал не был дан, все равно бы мы могли найти Q7, Q9, Q10 и Q2. Потому что t критическое мы бы слили с той цифрой. Как находить Q9 и Q10, понятно? Да. Из-за этого плюс-минус 1,96 на стандартную ошибку. А в этом случае уже предполагается, что мы должны сами найти Q9. Еще раз. Q8? В каком в этом? Еще раз. На экзамене, который был, на контролье, который была, было два способа. Первый способ сказать, тут же написано 95%, написано число наблюдений 800, поэтому по табличке t критическое 1,96. Но даже если бы это не было написано, что интервал 95%, все равно t критическое находилось бы отсюда. Но t критическое, оно не зависит от того, гипотеза, о каком коэффициенте ты проверяешь. t критическое – это свойство таблицы, а не твоих данных. И распределение. И поэтому t критическое, раз это свойство таблицы, а не твоих данных, то оно одинаковое для каждой строчки. Ну, если только ты не строишь для первого коэффициента интервал 93%, а для второго – 90%. То есть, если ты для первого коэффициента строишь 95% интервал, а для второго коэффициента строишь 90% интервал, то, конечно, там t критическое разное. Ну, а еще раз, t критическое – это свойство данных, t критическое свойство таблицы и твоего заказанного уровня доверия. Окей? Ну вот, вроде все закончено. Нет, в случае на правку 9 и правку 10, мы исходим из того, что мы знаем, 95%, ну, типа, t критическое – 95%. Еще раз, как ты его нашла вплевать? Ты его могла найти из того, что тебе дано вот это число, а могла найти по таблицам, поскольку сказано, что он 95%. Еще раз, в данной задаче переизбыток информации. Можно было найти t критическое, даже если вот это, ну, то есть, смотри, тут дано две цифры лишних, ну, одна из них лишняя. Одна сказана, что это 95%, а друг, вот еще дана вот эта цифра. И на самом деле, любая из них может быть зачеркнута в условии. Я мог бы, вот, не дать вот эту, тогда, как рассуждать, непонятно, какой цифра. Может быть, 80%, может быть, 70%. Ну, тогда из вот этой цифры и вот этого соотношения я нахожу t критическое, а поскольку интервал одной и той же степени уверенности для первого коэффициента, построенного для второго, то я использую одно и то же t критическое. А если бы не было дано это число, то тогда, конечно, надо знать уровень доверия, и тогда просто таблицам посмотреть. Окей? Конкретно в экзамене можно было, ну, что конкретно в этом году, и так и так. Ответ не менялся. Так, хорошо. Ну, вроде тут все раскрыто, да? А вообще, как бы, до каких тем может быть? Плоть этой недели? Ответ такой, что у нас там пройдено 6 тем. Что там? Какая-то это методология, по которой на столько ничего и не спросишь. И дальше 5 содержательных тем, которые в программе Курс указаны. Ну, то есть основное время уделялось парной регрессии, поэтому, соответственно, большая часть вопросов, они по парной регрессии, но вопросы по множественной тоже немножко могут быть. Да, и уделялось меньше времени. И, ну, в общем, моя позиция, что надо активно включать множественную регрессию в первую контрольную позицию, Ваня Анатольевич, что надо слабее включать множественную регрессию в первую контрольную. Вот. Ну, в результате мы в каком-то небольшом виде обязательно включим, но, возможно, естественно, не так сильно, как пар. Поэтому ответ, что входит в парная и немножко множественная регрессия, а парная и все, что угодно про парную может войти. У нас еще вопрос. В другом группе есть домашняя работа, у нас их нет, а у нас... Будет. То есть у нас были мини-контрольные, у нас будут домашние работы. А там еще есть активность на семинарах. Это мини-контрольные. Они с числа, типа, с ноября. Сейчас непонятно. Мне надо... Я придумаю, как проводить. Вот. По всей видимости... Нет, в самом начале, но я в другую группу. Вот. По всей видимости, поскольку часть ходит, часть не ходит, то вживую их проводить... Ну, понятно, что я всегда можно отнести там на этот экзамен. Ну, я подумаю. Можно просто онлайн тестировать. Вот еще конкретно личный вопрос. Я первый месяц, первые три недели ходил с 13-й группой. Вот. Я одну контрольную точно написал с ними. Как мне оценку перевести? Смотри, поскольку ты пришел... Ты сам выбрал перейти... Нет, нашу группу расформировали. А, затем вы его узнали. Ну, смотри, я посмотрю, что там было. Наиболее вероятность сценарии, что то, что ты пропустила, то, что ты не писала, просто перенесу вес на экзамен. Мне так проще, чем сводить то, что была ли она там по тем же темам, эквивалентно-неквивалентно. Просто на экзамен. Те, которые пропустили... А, то есть, условно, оценка будет дублироваться. Как экзамен напишу, так и эти. Да. Проще, прозрачную, простую схему, чтобы... Надо написать. Да, я понимаю, понимаю. А, которые будут, ну, по всей видимости, я их буду организовывать тогда вот в онлайн-мени-тестах, те, кто здесь, здесь пишет, а те, кто онлайн-онлайн пишет. Ну, это просто проблема, что надо много вопросов сочинять, чтобы, когда выпадалось там 10 вопросов рандомно на 20 минут, чтобы не было... Список? Ну, да, чтобы было меньше. То есть, понятно, что я онлайн не могу проконтролировать, хотя бы, если я сочину, допустим, там, или для ассистента сочинят 40 вопросов, когда выпадает 10 из 40, и у тебя ограничение по времени 20 минут, то... Ну, ты, конечно, можешь писать, Вась, а у тебя такой же, а Петь, у тебя такой же, и там все в общий чатик, но когда их 40... И так пройдет 5 минут. И времени мало, когда мы не в андомном порядке, ты не можешь возвращаться к предыдущему, то тебе дешевле, ну, либо кого-то найти, либо самому решать. Но коммуникация будет меньше весить. Ну, важность. Но для этого надо 40 вопросов составить. Тут как бы идут уже предпочтения, либо лень, либо что-то списывание. Да, согласен. Вот. Если есть еще вопросы, то я готов проверить, если нет, то на сегодня все. На сегодня все. Хорошо. В общем, тогда можно там теребить ассистента, они могут еще вас по конкурировать, еще что-то прошлое порешать. Вот, ну, в смысле, не бойтесь их применить. У, нет, все нормально. Да. Да.